Через неделю будет Пасха Христова, и мы будем приветствовать весь мир. Христос воскрес! А люди будут отвечать, воистину воскрес! Мы приглашаем людей к знанию жизни своей. Вот такая книга есть, как называется, видите? Это главная книга мира. Чтобы просчитать её, нужно 89,5 часов. 89,5. А если вот эту книгу просчитать, 16,5 часов нужно. То есть эта книга меньше Библии в 6,5 раз. Нет, 5,6 раза. И наша книга, Библия, она говорит, что Христос был распятый, Ему прибили руки, и Он умер за наши грехи. Ну что, красавица, удивилась ли? Вы знаете, что через неделю Пасха Христова будет? Да, 28 апреля. Правильно. А это что за книга? Библия. А вы её читали? Да. А у вас храмы православные есть там? Есть. Так вот, на Пасху надо бы желательно сходить с ночной молитвой, побыть там, с кем-то пойти ни одной, там с матерью. И увидите, как царские врата открываются, Христос воскрес, первый раз поётся. Христос умер за наши грехи в неделю. Да. А у вас храмы православные там есть? Да. Ну, можно сходить. А вы считали такую книгу? Да. Значит, она у вас дома есть? Да. Господь открывает нам тайну свою, что он умер за наши грехи. Да бороду отростил, а голову не потерял. Одетый сижу. А тут мужиков 50% голые, ждут чужих баб. Фу, срам один. Это в трусах, я не голый. Ну, голый, да поезд-то голый в трусах. Это нигде, ни в одном канале нету. Занимаются мерзностями такими, совокупляются. Женщина стоит, он грубый, как корову доет. Зараза какая. Я говорю, тут за 1300 лет ни одной мусульманки не было. Ни одной, да? Ни одной. Они их берегут. Мусульманин за сестру зарежет любого. У них там все строго, законы. Да, законы. А у нас нет никаких законов. Они тут шляются. На вторую букву алфа это можно называть уже. В Бога веру, да, крестишься? Да. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. Не зная Слово Божие, люди не знают о Христе, что Христос умер за грехи людей. И через неделю будет Пасха Христова. И Господь говорит, восстану, уйду к Отцу моему и пошлю Духа Утешителя. И кто бездухости Христова не имеет, тот не его. Надо думать о вечности. Мы все смертные. Наспровердное будет воскресенье. Да. Если человек не верит в Бога, а для чего он вообще живет тогда? Он неблагодарный. Бог дает солнце, землю, воздух. Все дает. А человек ему не платит десятину. Как это так? Господь говорит, проклятием вы проклятые. Вы обкрадываете меня десятиной приношениями. В церковь не ходят, жене изменяют, сквернословят. Я говорю, ты в ад пойдешь после смерти. Так написано. А праведники пойдут в жизнь вечную. У вас хорошо то, что вы не лежите. А другие мужики прям лежат. Пойдешь какой-то на мужиков. Я говорю, что от весенней женской вони захлебнулись. От женской вони, да? А что другое-то нету? Тело выказывает. А что тело? Тело это корм червям могильным. Тело свое. А больше ничего нету. А душа останется. Надо показать духовное твое сокровище. Поделиться, чем Бог тебя наделил. Какие таланты. А это какой талант? Сидит, писем в руке держит и дергает рукой. Ну много таких. Кто в одежде, кто в одежде. Мы должны людям рассказать о Боге. И всякую мерзость эту долой. Ну ладно, пока. Всего хорошего найдите на наш YouTube. У нас большой канал. Во свете Библии называется. Как называется? Во свете Библии. Во свете Библии? Вы запишите. Вы забудете. Во свете. Печатайте. Во свете. Так, это где здесь печатать? Во свете Библии. Ну клавиатура-то у вас есть там? Ну вот она. Во свете Библии. Два слова напечатайте. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Ага. Это вам откроется канал. Во свете Библии Игнатий Лапкин. У нас 14800 роликов. Игнатий Лапкин. Да. Да. Как, открылась? Сразу на это нажимать, да? Ну да, там только скиньте на Enter. Нажмите, она откроется тогда. Во свете Библии Игнатий Лапкин. На Enter, да? Это большой YouTube канал. Очень большой. Мне туда в другое место переместилось. Ну ладно тогда. Но на этом все. Вопросов нет у вас ко мне? Ну пока нет. Если я вам потребуюсь, а вы оденетесь когда, и будут вопросы, вы по скайпу зайдите. Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией. И скажите, мы встречались, я был голый, чтобы я припомнил. А трусы-то тебя она живо снимет. Это... Тебя это... Если познакомишься с какой-нибудь-то шалавой-то, она с тебя трусы быстро снимет. Быстро, да? Ну все, пока. С Богом. Ага, пока. У нас все хорошо. Мы благодарим Бога, потому что за все. Не ропщим, не проклинаем. Вы не из Казахстана? Нет. Ну, Русултан-то еще работает? Русултан-то еще работает? Нет, он уволился. Уволился, я знаю. Мы молимся каждый день за него. У нас открылось, никого нет, думаю. Закурю пока никого нет. Мы проповедуем Евангелие людям, говорить, чтобы жили по Слову Божию, уверовали во Христа. Потому что без Бога жизни-то никакой нету. Люди поедают друг друга. Согласен. Согласен. Вы можете на наш сайт... Как вообще у вас там? Да слава Богу. Вы на наш можете зайти YouTube. Называется «Во свете Библии» канал. «Во свете Библии». Ага. Там очень богато. Это у нас там 14800 роликов. Как деревню православную строим. «Во свете Библии». А где строите-то вообще? Алтайский край. Алтайский край. Понятно. Холодно, наверное, у вас? Ну, да. Сейчас уже ничего. Вчера сильно был холод. А сегодня-то ладно уже. Сегодня потеплело. И у нас сегодня хорошо. Вот так. Все ясно. Все ясно. Вот заходите. Если надо будет по скайпу, вы зарядите Игнатий Лапкин. Это я. И вы на меня сразу выйдете. Какие вопросы будут что-то. Постараемся разрешить. Ничего себе. А можно вот такой личный один вопрос задам? Вы поближе к этому, к микрофону сделайтесь. Можно, говорю, личный вопрос задам? Давайте. А сколько лет вам? А как думаешь? Да вот думаю, что... Вот если бы не борода, вот сказал бы точно. Вот с бородой боюсь предположить даже. 80 будет через 2 месяца. Это серьезно вы говорите. Еще бы. И кто же вас научил пользоваться техникой? Научил. А Господь для чего? У меня такие программисты вокруг. Мне предыдущие еще передачи. Я 9 лет не вылазил из компьютера. 38 книг выпустил. Вы зайдите на наш YouTube. Найдете. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А из него перейдете на сайт. На сайте. Я 30 тысяч провел за компьютером. А сейчас уже 78 день, наверное, здесь я в чат рулетки. Чтобы людям о Боге рассказать. Потому что люди... Скажите, слушают? Ну да, есть люди, которые принимают истину. Сейчас рулетка, это Содом и Гамора. Тут что попало, вытворяют. Согласен. Попало, что вам не попало? Половина мужиков голые лежат. Половина мужиков. И тут процентов 80 мусульмане. Есть такое дело. Ну так а что тут? Надо Бога любить. Помнишь, что на суд Божий придем. Христос умер за нас. Воскресли наше оправдание. Теперь Пасха через неделю. Ничего не понимают. Блудят, как хуже всякой скотины. Да разве же можно это? Маленькие дети. Где-то ребятишки там кто-то. Как они завизжат. Как кричат, как бессинята какие. Матерятся. Есть такое дело. Есть. И ты еще не стукнула. Так причина-то какая. Когда Александр Исаевич Солженицын Нобелевскую премию получал, он сказал, я еще в детстве слышал, люди забыли Бога, отсюда все. Вот весь уголовный кодекс вот здесь висит на шее. Потому что живет одной минутой человек. Бога нет. Как нет? Куда он делся? С утра было, сейчас нет. Мы молимся каждый день. Если по скайпу зайдете, Игнатий Лапкин, вы на меня сразу выйдете. У нас утренняя молитва идет. Там у нас откуда только нет люди из Германии. Открыто молимся. Утренние молитвы. Встречи какие. Ну, представьте себе, у нас... Ничего себе. Ничего себе. Вы зайдите во свете... Здоровья вам, Игнатий Лапкин. Ну, с Богом. Рад был познакомиться. Рад был познакомиться. Ну, вот так. Приходите поскать. Интересный вы собеседник и человек. Вы посмотрите, как мы проехали миссионерская поездка из Барнаула до Владивостока, а потом до Лиссабона, Прибалтику и Скандинавию прошли. 650 городов. Я везде дарил полный комплект своих книг. 38 томов, которые у меня вышли. Вы сами ездили? Ну, я и ездил, конечно, сам. Нас компания. Два человека миссионера, один шофер и собака. Ничего себе. И там все снято. Там ролики все снятые. Снятое все у нас. 14 800 роликов. Вы вдумайтесь, цифры. Их такой нигде нет. У нас работают люди. Новые люди приходят. Мусульмане. Там принимают крещение. Баптисты. Принимают веру православную и святую. А это только раскрою рот. Вот плохой патриарх, плохой Путин, плохой. А ты какой? Господь сказал, сущок в глазе брата видишь, а в своем бревна не чувствуешь. Надо жить красиво, интересно, в бедности. Жизнь такая коротенькая. Городные слова. Полезные. Даже тут ответить нечего. Вы на наш YouTube, когда зайдете, там пройдет какое время. Вы сами себя увидите, как мы с вами разговаривали. Понял, понял. Понял, да? Доброго вам вечера. Давай, с Богом. У нас утро уже встали. Сейчас на молитву будем становиться. Доброго утра. Всего хорошего. С Богом. С Богом. Утро. А, у вас утро? Утро. Только встали. Мы сейчас молиться будем. А вы откуда? Откуда? Не откуда. Я на том же стуле сижу, как и вчера. Не, ну понятно. С какого города? Вот. Вы скажите, где живете, вас интересует? Где находится? Барнаул. Алтайский край. Вопрос. А у вас уже утро? Мы встаем всегда в 4.40. Всегда. Ну я снова в Оренгое. А, ну да, это севернее. У вас там, кажется, гнев добывают? Очень даже. Ну вот так. Ну что, тут у нас времени много не будет. Вы можете зайти на наш канал YouTube, называется «Восвете Библии». А я атеист. О, продано совсем сатане. Да тебя Господь сразу же разумит. Ты зайди на наши ресурсы. Нет. А как я могу по нам обращаться? Да ну сейчас еще обращаться, я ухожу. Игнатий Лапкин. Игнатий, да? Правильно? Да, правильно. Вот я просто хочу один вопрос вам задать. Я просто был... Давайте поскорее. У меня только 4 минуты. Сейчас время истекает. Уже ухожу. Смотрите. Я служил в Чеченской республике и убивал людей. Ну? Разве мне этот грех простит Бог? Простит Господь, если ты покаешься и все. Только не дыми, там еще у вас дым-то идет какой-то сзади. Сигареты. А это не годится никуда. Христос умер за наши грехи. Разбойник рядом висел и говорит, помяни меня в царстве твое. И Господь простил его. Вы деньги-то нажили хорошие? Купите вот эту книгу. Я читал ее. А вы Коран читали? Коран читали. Ну вот, смотри. Внимательно, гляди сюда. Что написано? Да, да, да. Что это такое? Я не просто читал. Я написал книгу о Коране. Все суры, аяты разбирают сравнение с Библией. Вы зайдите на наш Ютуб по свете Библии. Бог внутри нас. Да, правильно. И он всюду все наполняет собой. Все творение его. И самое главное верить в себя, а не в Бог. Это какой-то в себя верит, табакур. В кого верит? Вонючая кочка сидит. В себя верит. Сколько баб позади осталось-то? Сколько вина ты испакостил? В себя верит. Да что ты дурной такой мужик-то? Все разные люди. Надо в Бога верить, который сотворил мир. Который Сына отдал за нас, Иисуса Христа. Бог это неизведомое. Его не существует. Неведомое? А Отче наш, кому молимся? Отче наш, Сущий на небесах. Я не знаю, кому молитесь. Я же атеист. Ну вот, сатана в рот-то дым-то натолкал. Сейчас еще материться начнешь. Нет. Нет, ну так все отговорить. Ну без Бога ты живешь-то. Ты что живешь-то? Умер, ничего нету. Знаете, почему я материться не начну? Потому что я уважаю возраст. Ну и дай Бог. Я вам скажу, почему люди не верят-то. В Библии написано. Делающий добро идет к свету. Да бы явно были дела его. Делающий злой ненавидит свет. А вот я убийца, я блудник. Господь говорит, прощуй все. Только обратись, покайся, начни жить по-новому. По заповедям Божьим. А какая тоже... Я с вами согласен полностью, целиком и полностью. Знаете, почему я не верую? Да потому что сатана мозги опутал. Нет, нет, нет. А что нет-то? А потому что наши вот эти главные вот эти все епископы и тому подобное там, они ходят с такими щеками, что у них щеки висят на коленях. Ну, ладно. И ездят на таких машинах, на которые я никогда в жизни не заработаю. Да не завидуй ты этому. У меня 30... У меня... У вас пенсия... Я не завидую. Смотри. У меня пенсия за 35 лет стажу. 8 тысяч 141 рубль 33 копейки. Я не ропщу. Я благодарю Бога. Они со щеками... Они ответят за это. Бог сказал, ты за себя ответишь. А так, если они, если они, если они, не так, получается, церковь это представители Бога, правильно? Представители от имени Бога. От имени Бога. Вот и все. А почему они могут так говнячить? Да ты не исследуй себя. Теперь это вопрос разрешим. Дальше. А почему Путин такой? Почему Трамп такой? Да какая жизнь ты? Не важно. Не, ну вот как вы сейчас доносите... Так, все. Все. Мы прощаемся. У нас сейчас начинается по Союзу молитва. Атеист это человек верующий, атеист. Он верит в ничто, в бублик. В дырку от бублика. В себя. Да в себя ты как? В себя верить. Это вообще... Да какой ты есть-то? Ты умер, и все, кончилась твоя вера. И пошел к сатане в огонь вечный. А вы умерли, верите в Бога? Я верю. Я заплатил за это пяти тюрьмами. Меня никто не упрекнет. Вы зайдите на наш... Вы зайдите на наш YouTube во свете Библии. И вы увидите, что 14 800 роликов. Как деревню православную строим. Как... Вы не видели никогда это. Я отхожу. Все. До свидания. Я когда веровал в Бога... В скайпе зайди, Игнатий Лапкин. Я ухожу, не могу больше. До свидания. Хорошо. Вы знаете, что паста будет через неделю? 19 апреля, на сегодня вроде. Что-то вы заболели? Не можете что-то? Аллергия у меня, аллергия. А на что? На цветение, на перевозу. А, я думал на женщин. Тогда бы здорово было. Нет, на женщин нет у меня аллергии. А они опаснее всего? Нет, они... Они... Бытие наше. Бытие наше. Ну, бытие наше. Это одну Бог дал жену-то. Не два ребража он у него взял. Ну, все равно. Все равно. У вас что-то такие... Замедленные слова и прочее. Это... Не замедленные слова. У меня аллергия, понимаете? У меня аллергия. А какое отношение аллергия имеет к языку? Она к носу. Вы знаете, что такое аллергия? Конечно. И когда она наступает. Непередостивость святого. Сопли текут. Знаю, отлично. Но у нас ее нет ни у кого. Потому что мы живем на природе. Босиком ходим. Купаемся. В Сибирь. Жительница Сибири. Алтайский край. Ну, в Сибири березы растут. Что растут? В Сибири березы растут. О! Да сейчас березовку и берут. Вот у нас набрали сколько там? Сто литров, кажется, уже. Что берут? Литров. Литров березового соку. Не-не. Сначала что берут? Березовый сок сто... Сто литров. Ну, березы растут сами? Еще бы не растут. Березовые рощи. А сколько температура сейчас у нас? У нас температура сейчас. Я не знаю. Но думаю, что градуса 3 может быть тепла. Ночью было холодно. У меня тазик стоит воды для голубей. Застыл. Едва разогрел. На 9 градусов показывает. Ну, вот так. Не холодно. Ну, это я так приблизительно сказал. Мы верующие православные христиане. Людям говорим о Боге. Я немаленько. Ой,amas... Уважала. Ну, вот так... Уважаем.